Здравствуйте. Проверка газа. Газпром газов. Такие посещения квартир газовиками плановые и проводятся ежегодно. В последнее время состоянию газового оборудования уделяется особо пристальное внимание. Это связано в частности с недавними взрывами в жилых многоэтажках российских городов. Ярославле, Иваново, Рязани. Проверяем газопроводы внутри квартир, газоподводящие шланги, отключающие устройства, то есть краны, приборы учета газа, счетчики газа. Проверяем само оборудование, газовые плиты, духовые шкафы, водонагреватели газовые. Производим техническое обслуживание. В некоторых случаях техническое обслуживание ежегодно проводится, в некоторых раз в три года. По закону каждый собственник обязан заключить договор о техобслуживании и ремонте со специализированной организацией. Такое постановление правительства вышло несколько лет назад. Договор является обязательным условием поставки газа. Однако в Алакжане не только с опозданием заключают необходимое соглашение, но и даже не допускают газовиков до их рабочих обязанностей, плановых осмотров оборудования. Хозяйка этой квартиры, Людмила Витальевна, почти что исключение. Ведь она не препятствует работе слесаря. Это в целях личной безопасности семьи, потому что газ – это дело серьезное. В связи с тем, что в стране очень много происходит происшествий этих с разрывом газа, гибнут люди, гибнут дети, страдают очень многие. Я думаю, что это необходимость довольно такая серьезная, чтобы ежегодно проверялся газ. Но свою ответственность за состояние газового оборудования и, как следствие, за риск возникновения аварии, осознает меньшая часть в Алакжан. По статистике, газовики не могут попасть в две трети квартир. Для наглядности, в Вологодской области 360 тысяч абонентов. Из них чуть больше половины заключили договор с компанией «Газпром». По графику техобслуживания специалисты должны в этом году осмотреть оборудование в 206 тысячах квартир. Однако попали лишь в треть из них. Похожая ситуация в процентном соотношении и в областной столице. Это, во-первых, не всегда люди могут и хотят обеспечить доступ. То есть люди работают. Сейчас этим, видимо, стало сложнее. Они не могут отпроситься с работы в те дни, когда мы намечаем технические капсулы. Хотя об этом мы вывешиваем объявления в общедоступных местах. Эта информация у нас есть на сайте, для того, чтобы можно было посмотреть, в какие дни по каким адресам наши специалисты пойдут. Ну и вторая причина – это то, что нежелание просто людей не пускать, ссылаясь на то, что газовые оборудования либо используются, либо они не нуждаются в этой услуге. На самом деле эксперты уверены, что в среднем внутридомовое газовое оборудование изношено более чем наполовину. Это наряду с отсутствием серьезной технической диагностики и становится одной из главных причин аварий. Татьяна Колосова, Николай Замараев, Новости Вологды.